This conference will now be recorded. Первый и второй уровень PowerPoint работают также в графических приложениях. Ну, как говорится, к вашим услугам. Так, мы рассматриваем с вами мастер-класс, который является всего лишь частью программы видео авторизованной, и это очень хорошая новость, авторизованной компанией Microsoft. То есть мы представляем вам официальный курс от этой компании, от компании разработчика. В рамках программы этого курса вы учитесь с нуля базовые работы с фигурами. То есть есть возможность прийти на курс и освоить этот курс от начала до конца в течение двух дней и получить уверенный навык работы с базовыми фигурами. Мы изучаем прямо-таки с нуля работу с интерфейсом, оптимизируем работу с помощью горячих клавиш и изучаем работу как с объектами, так и с целыми наборами фигур. Такое понятие, аутентичное для программы видео. Есть работы по выравниванию объектов, выравниванию распределения объектов. Даются представления о том, что такое простые схемы и есть возможность создать собственное оформление страниц. Работа с данными фигуры и именно этим отличается визио профессиональный от визио стандартного. В программе нашего курса рассматривается именно профессиональная работа и это возможность связываться со сторонними приложениями. За что хвалит визио? За то, что он превосходно осуществляет работу по импорту-экспорту данных с такими программами, как Excel, а также с такой программой, как Project. И вот как раз кусочек этого мастер-класса, этого курса на мастер-классе будет и представлен. Ну и последняя часть. Мы рассматриваем особенности различных диаграмм, в том числе и диаграмму ГАМТа, функциональные диаграммы, временная шкала, ну и даже рисуем планы и карты помещений. Курс стартует 12 апреля. Если вы хотите попасть именно ко мне, именно 12 апреля, то я вас буду ждать. Это будет превосходное времяпровождение, которое в итоге превращается в превосходный навык работы в рисовании. А это первый путь к инфографике. Еще один наш курс. Возможность свободно излагать свои мысли и перейти от массива текстовой и цифровой информации к качественной визуализации. Ну, то есть рисовать все-таки надо уметь, бизнес-объекты. И это, наверное, одна из важнейших частей в инфографике, в представлении данных. Что будет сегодня? Что будет в рамках нашего мастер-класса? Мы рассмотрим с вами, что такое установка связи между файлами. Мы можем с вами применять различного рода оформления, в том числе и числовую картограмму. И будем добавлять легенду. Я хотела бы выразить сейчас особую благодарность ученику, который присутствовал на моих курсах, в том числе на курсе инфографика. Это Екатерина Гудкова. Большое спасибо Екатерине за то, что она, во-первых, взяла на себя труд изготовить карту Москвы, с которой мы с вами будем тренироваться. А также великодушно дала разрешение на распространение этого материала всем тем слушателям, кто присоединится к нам сегодня. Кстати, ссылочку уже вот сейчас в последний раз, чтобы затем уже не прерываться, эту ссылку я отправляла в начале тем слушателям вебинара, которые присоединились заранее. Ну и те слушатели, которые присоединяются прямо сейчас, имеют возможность эту ссылочку скачать. В этой ссылке будет как раз и та карта, которая изготовлена была Екатериной с высокой точностью и вот именно с великодушием. Благодарю вас, Екатерина. Спасибо. Спасибо за эту возможность. Этот семинар я посвящаю вам. Итак, как это работает? Проще всего сейчас... Вот, пожалуйста, благодарность вам, Екатерина. Проще всего сейчас вообразить тот процесс, который возникает в Excel формулой WPR. Она же вам известна, англоязычникам, нашим пользователям, как VLOOKUP, Vertical Lookup, сопоставление данных двух таблиц. То есть мы можем с вами объединять, сравнивать или, так сказать, подтаскивать данные из одной таблицы в другую таблицу, благодаря сопоставлению по какому-то общему столбцу. Строки сопоставляются и данные подтягиваются. Из одной таблицы в другой столбец, благодаря вот этому общему столбцу сопоставления данных. Если вы работали в Excel в этом направлении, если нет, приходите к нам на Excel уровень 2. Без функции WPR в Excel, ну как бы себя сложно назвать специалистом, профессионалом. Это надо уметь. Я вот прям лично к себе приглашаю на курс. Благодаря этому вы связываете две таблицы и имеете возможность и сравнивать их, и объединять, и составлять отчеты. Дело сейчас в том, что Visio тоже превосходно умеет это делать, сопоставлять данные из фигур с данными табличных редакторов, в том числе и программы Excel, и осуществлять подтяжку данных из одного файла в другой файл. Благодаря этому именно пункту первому и возможен наш с вами будущий процесс. В программе Visio карта, карта Москвы, имеет данные, и такие данные, как имя, нам будут вполне достаточно. Имя полное, такая вот расшифровочка. Можно даже сказать, уже не обязательно. Самое главное, что есть одно сопоставление. Не все объекты Visio имеют подобные свойства. Ну и задача была поставлена Екатерине. Именно прописать эти свойства, это сама по себе непростая задача. Это надо уметь. Именно этому мы и учим на курсе Visio. То есть мы уже будем иметь готовую карту. В ней все уже поля прописаны. Каждому субъекту здесь, каждому, как его назвать, округу. Округу, административному округу Москвы. Свойства уже прописаны. Именно поэтому у нас с вами следующая часть работы, а именно связывание данных, пройдет максимально успешно. То есть вот у нас с вами, собственно, пример. Поле данных фигуры должно быть равно хотя бы одному из полей таблицы. И связь произойдет с помощью команды связывания. Мы с вами установим связь между двумя файлами. И именно благодаря этому процессу требуемые сведения, которые располагаются в других столбцах, а именно это сведения о площади, а также о плотности населения, смогут перейти из Excel в программу Visio. То есть вот они вот сюда будут добавлены. Их нет, но они будут добавлены. И уже следующим шагом мы сможем с вами получить какую-нибудь веселую визуализацию в виде картограммы или даже системы забавных значков. Ну, этот слайд я вам рано показываю. Мы переходим уже непосредственно к практике. Но я вижу, что к нам присоединились дополнительно пользователи, так, слушатели, слушатели нашего курса. Пожалуй, я все-таки еще раз отправлю ссылку на скачивание материалов нашего семинара, нашего мастер-класса в чат. То есть есть возможность сейчас вот прям запрыгнуть в уходящий поиск. Ну что ж, уважаемые слушатели, я демонстрирую то, что у нас с вами будет получаться. Карта Москвы, которая демонстрирует плотность населения и демонстрирует также значки, которые отвечают за площадь. Вот что-то вроде этого у нас с вами должно получиться, но именно на странице 1 я прошу вас открыть по ссылочке, как раз-таки вот два файла вы скачиваете, прошу вас открыть именно карту Москвы. Мы здесь на карте Москвы будем непосредственно тренироваться на странице 1. На странице 1. В программе Vizio осуществляется легко навигация. Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре колесико мыши, вы можете отдалять и приближать к себе объект. Вы можете также нажать на любую часть объекта и удерживая клавиши Ctrl и Shift, Ctrl и Shift надо удерживать одновременно, можете щелкать по нужной части объекта и вот, пожалуйста, объект приближается. Если будете левой клавишей мыши щелкать, то приближаете, если правой клавишей мыши, то отдаляете. Это основы навигации. Ползуночки-прокрутки позволяют нам справа и слева осуществить прокручивание. Один бегуночек будет расположен справа, другой бегуночек будет расположен внизу и отвечает за перемещение влево-вправо. Вот раз, вот два. Ну а приближать и отдалять себе проще всего, конечно, клавиши Ctrl и колесико мыши, но можно также использовать механизм стандартный для офисных приложений, в том числе это механизм увеличения-уменьшения в правом нижнем углу. Что касается дополнительных областей, которые должны быть открыты, вот я сейчас даже закрою данные фигуры. В программе Vizio у вас есть вкладочка «Данные». Наличие этой вкладки как раз и выдает профессиональную версию программы. Так, вкладка «Данные». На вкладке «Данные» будут расположены в группе команд «Показать» или «Скрыть» опции, активация которых приведет к появлению нужных областей. Так вот, окно данных фигуры можно уже на этот момент включить. Демонстрирую непосредственно на экране. Окно данных фигуры. И при нажатии на ту или иную часть Москвы у вас возникает новая информация в окне данных фигуры. Ну, если окно данных фигуры открылось как-то неудачно, вот в каком-то вот таком виде, вы можете его перенести непосредственно за заголовочек, вот так вот ориентируйтесь на заголовочек. И методикой «Драк и дрог» хватает «Оскай» непосредственно за заголовок, вы можете переносить и, так сказать, пришпилить его к правой или к левой части интерфейса видео. Удерживая левую клавишу мыши, выполнить такое вот перемещение, перемещение области влево или вправо. Ну, а затем смело нажимайте на различные части Москвы, на различные административные округи, и вы увидите, как у нас происходит выделение. На этом этапе мы видим, что к карте Москвы присоединяются разве что, ну, разве что такие свойства, как имя. Да, имя меняется, имя и имя полное. Более ничего не происходит. Для продолжения работы, и вот мой совет, так как это у нас карта собрана, готова, но при этом она не является шаблоном, для того, чтобы свойства у нас не заполнялись лишние, как я подозреваю, что карта вам это может понадобиться для своих собственных операций, я рекомендую вам продублировать, продублировать страницу. Для этого по названию страницы в левом нижнем углу достаточно щелкнуть правой клавишей мыши и выполнить команду дублировать. Пусть она у вас останется все-таки без изменений. Это моя рекомендация, но не более того. Так. Ну и, собственно, приступаем к задаче. Задача первая – связать данные карты Москвы с экселевским файлом, который находится у вас также по скачанной папочке. Вы, разумеется, ее разархивировать должны, чтобы мы могли осуществить привязку файлов друг к другу. Сам файл не обязательно держать в открытом состоянии, я его, собственно, закрою. Но зачем я его вообще открыла, я хотела бы обратить ваше внимание, что в столбике B находится сокращенное название административного округа, и оно нам нужно для того, чтобы осуществить сопоставление данных. Что ж, карту я оставляю, а вот экселевский файлик я собираюсь закрывать. Вот так. Первая команда «Визио» происходит для связывания данных друг с другом. Мы выделяем карту, в принципе, не обязательно, но наиболее такая универсальная ситуация – все-таки выделить, выделить все части Москвы на этот раз. Следующая команда на вкладке «Данные» будет происходить. На вкладке «Данные» в левой части вкладки вы наблюдаете группу команд «Внешние данные». И в этой группе команд, наверное, самая простая команда – это команда «Быстрый импорт». Именно ее я вам и предлагаю нажать. Нажимаем. После нажатия на команду мы кнопочкой «Обзор» будем указать файл Excel, который будет связан с этой картой. Нажимаем на кнопку «Обзор» и далее проходим. Проходим с скаченным файликом. В данном случае у меня эта папка «Семинар карты Москвы» находится на рабочем столе. У вас вы куда-то скачали предоставленные материалы по мастер-классу и, наверное, в папке «Загрузки» где-нибудь они у вас находятся. Ищите, в общем, ищите. Самое главное, чтобы вы разархивировали скаченные материалы. Есть возможность указать Excel-овский файлик. Указываем его. И далее нажимаем на кнопку «Готово». Ждем несколько секунд. Все. Готово. Готово. Это первый шаг по работе. Первый шаг по работе – это связывание файлов друг с другом. Но сам процесс связывания требует еще одной команды, которая еще не произошла. И мы с вами идем сейчас еще и на второй шаг. Видите ли, сейчас на этом этапе файлы просто увидели друг друга и предполагается в дальнейшем, что вы можете либо вручную перетаскивать строки для связывания. Например, во внешних данных у вас должна открыться еще одна область. Находится восточный. Восточный административный округ. И вы должны схватить слово «восточный» и перетащить куда-то на восточную фигурку. На восточный административный округ. Непосредственно уже на карте. Я даже покажу, как это происходит. Схватить слово «восточный» и перетащить, и перетащить, направить курсор, добиться появления такого прямоугольника и отпустить на этом этапе. Вот тогда у нас и происходит процедура связывания. Что касается появившегося рисунка, рисунок появляется автоматически. Мы позже уже на следующем этапе будем это отменять. Но это не то, что мне нужно сейчас. Мне это сейчас не нужно. И я собираюсь данные, в общем-то, разорвать. Сейчас можно нажать на слово «восточный» правой клавишей мыши и выполнить команду «разорвать связь». Нам это, как бы сказать, не очень нужно сейчас. Мы собираемся выполнять связывание автоматическое. И автоматическое связывание как раз и происходит на основе сопоставления данных. Я выделяю все части Москвы. Можно щелкнуть на любое пустое место на экране и выполнить комбинацию клавиш «Ctrl-A» на клавиатуре. Так, ну, универсальное сочетание, вы про него знаете. Еще одна команда, которая нам сейчас потребуется, располагается уже в правой части экрана на вкладке «Данные». В правой части экрана на вкладке «Данные» у вас располагается команда «Связать данные». Она дает нам способ связать данные автоматически, именно на основе сопоставления. Именно то, о чем я говорила. Когда вы можете связать данные на основе сопоставления данных по общему столбцу данных. Ну, то есть должны быть в наших полях данных фигуры и в неком экселевском файлике должен быть столбец с абсолютно идентичными данными. Вот тогда будет возможность сделать автоматическую привязку. Нажимаю на команду «Связать данные». Что потом? Связать данные либо со всеми фигурами, либо с выделенными фигурами. Ну, я рекомендовал вам создать выделение. Ну, это такой более универсальный подход. Ну, оставляю эту позицию. Если вы забыли сделать выделение, можно выбрать опцию «Со всеми фигурами на текущей странице». Я все-таки остаюсь в первой опции. Далее. Самый важный момент. Что и чему должно быть равно? Так. Получается, если у меня название сокращенное в таблице Excel равно при этом имени моей фигуры. Предварительное изучение ситуации у нас было. Добавлять условия нам не нужно. Заменить существующие связи, если вдруг они нечаянно возникают. Галочка опцию можно оставить. И далее. Далее связь происходит. Кнопочка готова на завершение операции. Ну, и вот что, собственно, сейчас у нас возникло. То, что мы с вами видим, это совершенно нормально. Но в дополнительной области, которая называется «Поля рисунка, связанными с данными», давайте я отмечу красной стрелочкой эту область, вот эта часть, уже активированы такие опции, как «Административный округ» и «Плотность населения». Но дело в том, что нам нужна другая визуализация. То, что мы с вами сейчас видим в качестве готового результата, применяется автоматически, но это нас просто не совсем устраивает. Я предлагаю вам эти опции все же отменить. То есть снимаем с вами галочку с административного округа, снимаем галочку с плотности населения. Нам это не нужно. Да, и саму область, в общем-то, можно закрыть. После некоторого изучения ситуации можно вообще обе области закрыть. Те, что остались, и данные фигуры, и внешние данные, можно их убрать. Но давайте мы с вами вспомним, что было. Когда вы нажимали на ту или иную часть Москвы, вы видели, что у вас только, только два поля. Имя и имя полное. А теперь добавилось еще четыре поля. Раз, два, три, четыре. Вот какого эффекта мы с вами достигли. На первом шаге сопоставление данных и связывание данных осуществляет подтяжку данных из таблицы Excel к фигуре, каждой фигуре на экране. И то, зачем мы с вами, так сказать, охотились, это были числовые данные, которые в каждой табличке, с которой вы захотите связаться, будут индивидуальны. Это площадь километра в квадрате. Это плотность населения. И именно эти поля мы с вами и собираемся визуализировать на следующем шаге нашей работы. Уже ненужные данные фигуры, уже ненужные внешние данные можно закрыть. Но если вам понадобится, вы можете в любой момент включить эти дополнительные области на вкладке данные в группе команд показателей скрыть. Вот они. Окно данных, окно внешних данных, поля рисунка связанными с данными. Но в настоящее время мы переходим с вами к следующему шагу. Это шаг, который приведет, собственно, к визуализации. У нас уже есть данные. Есть то, что можно визуализировать. И я выделяю сейчас всю карту. Но по-прежнему можно использовать сочетание клавиш Ctrl-A. Для того, чтобы обратиться к следующей команде. Команда расширенные рисунки, связанные с данными. Располагается на вкладке данные. И, собственно, мы с вами сейчас собираемся ее использовать. Вот у меня даже кое-что есть, что я использовала в прошлый раз. Есть некоторые заготовочки, которые сохраняются в документе. Вот это у нас по результатам, пожалуй, что-то вроде этого должно получиться. Но я буду всю работу выстраивать заново. Нажимаю на команду создать рисунок, связанный с данными. Понятие рисунок – это, как правило, совокупность сразу нескольких видов визуализации. И управление происходит через команду создать элемент. То есть рисунок – это совокупность элементов. Так надо это понимать. Нажимаю на команду создать элемент. Далее. В поле данных разворачиваю список. Выбираю, что я хочу визуализировать в настоящее время. Хотела бы визуализировать, ну пусть будет пока площадь. Площадь километров в квадрате. Если вдруг площадь у вас не появляется, ну бывает, собственно, такой глюк. Тогда требуется выбрать команду «Другие поля». Затем данные фигуры. Данные фигуры. И уже в правой части экрана у вас будет возникать полный список. Плотность и площадь в том числе. Ну, я здесь «Отмену» нажму. Площадь у меня выбирается уже непосредственно в списке. Отображение. Отображать. Так. Отображать я сейчас собираюсь. Так, секундочку. Секундочку, Анна. Анна, немножко рано. Немножко рано. Мне нужно еще пять минут на завершение этой части. Вот, чтобы я могла вам предоставить слово. Так. Ну, так, чтобы не разрывать смысловой модуль. Так. Отображать я собираюсь в виде цвета по значению. Цвет по значению, способ, расклад, раскраски по диапазону. То есть нам уникальные значения здесь не потребуются, а именно по диапазону. Ну и начинаем с вами заполнять снизу вверх. От 0 до 50. Я, конечно, ориентируюсь на те данные, которые были в таблице. От 51 до 100. 101. 101 и 150. 151 и 200. Ну, я думаю, что есть необходимость вставить еще одно поле. Командой вставить. Снизу сделаю как раз и повторение. 151 и 200. А выше сделаю 201. Ну и можно какую-то поднебесную величину установить. 3000. Цвет вы поменяете по вкусу уже в следующий раз. Ну, разве что в нижней части можно выбрать серенький цвет. Такой вот. Ну и здесь, может быть, немножко почище установить, чтобы серого не добавлять. Чтобы был такой более нежный цвет. И окей. Окей. Можно нажать на сразу следующую команду для того, чтобы создать следующий элемент. Чтобы мы с вами закончили эту часть в комплексе. И еще раз кнопкой «Создать элемент». В поле данных на этот раз меня интересует плотность населения, которую я собираюсь визуализировать в виде набора значков. Набор значков какой-нибудь веселый. У меня вот в прошлый раз остановилась на вот таких веселых ребятах. Ну и, пожалуй, вот давайте вот прямо снизу начнем. Больше или равно. 13.001. Ориентируясь по данным по таблице. Такой вот прям наиболее полокассивый значок. Меньше или равно. Следующее поле. 13.001. Меньше или равно. Следующее поле заполняем. 12.001. Меньше или равно. Так, уже более счастливый значок. 10.001. Ну и самый счастливый значок, пожалуй, меньше или равно. Тысяча. Ну, я прошу прощения за такой показатель того, что я интроверт. Но, в общем, чем меньше получается у нас с вами людей на квадратный километр, тем мы счастливее. Так, я предпочла, как бы, да, предпочла это визуализировать. Есть также возможность устанавливать положение у значка. Я здесь хочу все-таки установить его в центре и посередине положения значка. Кроме того, каждого можно смещать индивидуально. Ну и вот на этом этапе у нас с вами будет применен комплексный рисунок с двумя элементами. Один элемент будет визуализировать цвет по значению, второй элемент будет визуализировать уже набор значков. Ну что ж, окей? Окей, да, окей. Мы применяем с вами внешний вид. Внешний вид можно еще и так немножечко смещать. Смещать вот так аккуратненько. Один значок, один щелчок, второй щелчок и слегка удерживая левую клавишу мыши выполнять перемещение. Текстовые надписи. Опс, зря сдвинула. Текстовые надписи мы тоже можем добавить на каждый административный округ, но, пожалуй, пусть это будет уже в официальной части курса. Я только отмечу, что это совсем несложно. И вы можете, выделив снова все части карты, пройти к команде «Расширенные рисунки, связанные с данными», правой клавишей мыши воздействовать на нужную вам визуализацию и выполнить команду «Изменить» для того, чтобы добавить еще один элемент. Ну, а я вот когда-то делала, готовясь к этому упражнению, следующую визуализацию. Выбрала голубой цвет. И здесь вы уже видите добавленные значки, соответственно. Ну, мы с вами не меняли цвет. Пожалуй, красный цвет даже более показательным образом выглядит. Уважаемые слушатели, последняя часть нашего небольшого обучения – это все-таки продемонстрировать, что вы можете еще и добавлять легенду на вкладке «Данные» легенда либо по горизонтали, либо по вертикали. Ну, если не понравится внешний вид легенды, можно всегда это сместить, изменить, легенду удалить. Вот легенду в данном случае выбрала я по вертикали. Она аккуратненько перетаскивается ближе к вашей визуализации. И на нее тоже можно воздействовать средствами форматирования. Можно корректировать название, можно корректировать положение объекта и можно, конечно же, форматировать объект. Ну что ж, уважаемые слушатели, я готова предоставить слово нашему специалисту, наш из Центра специалист. И в настоящее время снова перехожу к презентации. Презентация, пожалуйста, Анна, вам слово. Друзья, добрый вечер. Благодарим вас за прослушанный вебинар. Меня зовут Макагон Анна, я менеджер учебного центра «Специалист» прим. готовым не Баумана. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы приглашаем вас в ближайшую группу по данному курсу. Она у нас стартует 12 апреля. Вы можете проходить обучение как очно в учебном комплексе «Белорусско-Савеловский», так и по вебинару дистанционно. На дистанционное обучение у нас действует скидка 20%. Стоимость курса будет 10, это онлайн. Если вы планируете обучаться очно, тогда стоимость 12,490. Хочу отметить, что для данного курса у нас нужна предварительная подготовка. Это базовые знания Word и Excel. Я вам сейчас всю информацию направлю в чат. Там будет ссылка на описание курса. И также вы можете пройти бесплатное тестирование на определение уровня вашей предварительной подготовки. Если знаний недостаточно, рекомендуем пройти курсы Microsoft Word уровень 1 и Microsoft Excel уровень 1. Хочу обратить ваше внимание, что Центр-специалист является учебным центром номер 1 в России, авторизованным. После завершения курсов вы получаете сертификаты международного образца Microsoft и удостоверение о повышении квалификации, если предоставляете нам копию диплома о высшем либо среднеспециальном образовании. Также хочу отметить, что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную карьерную консультацию. Для этого нужно отправить промокод «Иду вперед» либо на электронную почту, либо сообщить нам по телефону, любым удобным для вас способом. Также можете заполнить форму у нас на сайте. Вот, направляю вам секундочку в чат. Мы с вами свяжемся, проконсультируем, поможем подобрать программу обучения, формат. Всю необходимую информацию сможете у нас уточнить. Также направляю в чат свои контакты. Так, и ссылку на наш курс сегодняшний, который прослушали. И в целом на все курсы офисного пакета Microsoft. Вы можете обратить внимание, что у нас есть как отдельные курсы, так и комплексные программы. Комплексные программы проходить выгоднее по стоимости, потому что курсы туда заложены уже со скидкой. В принципе, это такой хороший пакет, хорошее предложение. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, слушаю вас, обращайтесь, отвечу вам. Видимо, вопросов нет. Видимо, вопросов нет. Хотелось бы только, наверное, отмечить, что у нас есть разные формы обучения в центре специалист, что, возможно, заинтересует открытое обучение или обучение вебинар, если сейчас сегодня. Вот, например, на мастер-классе можно оценивать как небольшой пробник, было достаточно комфортно. Но на мастер-классах я отмечу, что у нас более высокий темп подачи материала. В целом, когда мы работаем уже над курсом, мы регулярно запрашиваем обратную реакцию со стороны аудитории, все ли успели, все ли в порядке. Ну и, конечно, решаем ряд возникающих проблем и отвечаем на вопросы. Мастер-класс, он показывает все-таки очень-очень быстро все. Ну и так, от преподавателя небольшая информация. Так, ну что ж, уважаемые слушатели, есть ли вопросы непосредственно по нашему курсу, по курсу Визио? Я отметила, что в структуре курса у нас начало идет от самых базовых действий, от интерфейса до работы уже с довольно сложными объектами. Если нет вопросов, то было бы интересно услышать пожелания, что именно вы представляете себе, если речь идет о Визио, чему именно хотели бы научиться. Если вы даже пришлете мне ноту на мою электронную почту, я хотела бы сейчас просто отметить, если вы прислали бы мне конкретные пожелания о том, какой именно рисунок вы хотели бы получить по результату, я готова с вами поработать индивидуально, составить какую-то инструкцию по этому поводу, ну либо даже возможно включить это в работу в аудитории. То есть это всегда интересно, интересно то, что интересно вам, прежде всего. Наши курсы базируются на указаниях чаще всего компании Microsoft, ну по крайней мере блок Microsoft, но мы всегда так же развиваемся, идем навстречу пожеланиям наших слушателей. Ну что ж, уважаемые слушатели, если вопросов нет, если вопросов нет по нашему курсу, если вопросов нет по мастер-классу, то мы, пожалуй, будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Я хотела бы еще раз поблагодарить за предоставление материалов по нашему обучению, за предоставление карты, которую отрисовал один из наших слушателей, Екатерина Гудкова, спасибо вам, и спасибо Центру специалистов за организацию нашего сегодняшнего обучения. Всем спасибо, спасибо, уважаемые слушатели, спасибо, что подключились. Ждем вас в Центре специалистов.